18 марта 2018 года Крым вошел в состав России. Украинский, или российский все же Крым, этот вопрос разделил практически весь мир. Но как произошло присоединение? Крым был передан Украине в 1954 году. После распада Советского Союза тема принадлежности полуострова неоднократно поднималась. Но официальная Москва не имела к Украине территориальных претензий и в 1994 году сделалась гарантом ее территориальной целостности по Будапештскому меморандуму. Ноябрь 2013 года. Начало Евромайдана. Протесты населения против коррупции, торможение властью, ассоциации с Евросоюзом. Ведущей силой Евромайдана стал правый сектор, ультраправая националистическая организация. 20 февраля 2014 года происходит нападение на активистов антимайдана. Издевательства, пытки и унижения. 22 февраля после кровавых столкновений в Киеве к власти приходят сторонники Евромайдана. В этих условиях Москвой производится подготовка операции по защите русского населения в Крыму. Вывозится в Крым и легитимный президент Украины Янукович. 23 февраля, обеспокоенный государственным переворотом и приходом к власти националистов, жители Крыма проводят митинги в Севастополе и Керчи с поднятием российских флагов и лозунгами о вхождении в Россию. Митинг в Симферополе требует референдума о статусе Крыма в Украине. Начинается формирование отрядов самообороны Крыма под руководством Максенова, лидера партии «Русское единство». К нему прибывает и делегация российских депутатов во главе со Слуцким. В Крыму на 24 февраля находилось 20 тысяч украинских силовиков, влиятельные партии «Батьковщина» под руководством Сенченко и «Татарский меджлис» во главе с Чубаровым. 25 февраля происходит совместное стояние митингов «Русского единства» и «Татарского меджлиса». Попытка «Татар» взять под контроль здание Верховного Совета провалилась. После этого прошли переговоры между Аксеновым, Чубаровым и Сенченко. Предполагалось разделить мандаты Совета министров Крыма по 30% «Русскому единству», «Крымским татарам» и «Украинским партиям». В это время активно ведется переброска частей спецназа России. В ночь на 27 февраля он совместно с ополченцами захватывает здание Верховного Совета и другие важные объекты в Симферополе. Утром на заседании депутатов Крыма был избран новый премьер-министр республики Аксенов. Его назначение узвердил Янкович. «Депутаты идти голосовать не хотели. Ночью у меня состоялся разговор с лидером Крымского отделения партии регионов Александром Мельником. Он был настроен очень скептически. Мне не без труда удалось его уговорить, чтобы его партийцы, 28 человек, пришли и проголосовали как надо. Остальных депутатов собирали наши казаки и Игорь Стрелков», сообщает нам участник тех событий Юрий Першиков. К Беркутам Крыма были взяты под контроль перешейки. В ночь на 28 февраля туда прибыли и казаки Кубанского казачьего войска. Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, объявляет Россию агрессором, нарушившим Будапештский меморандум. Россия же уповает на защиту мирного населения от националистов. Лишь 1 марта после прошения о помощи со стороны Аксенова и одобрения Советом Федерации, Путин объявляет о вводе войск в Крым. Российские военные блокировали украинские воинские части, узлы связи, стратегические объекты на всей территории республики. 3 марта начинается переподчинение украинских силовиков, присяга Крыму или поиск Украину. В этих условиях новым правительством Крыма был окончательно сделан выбор. 6 марта Верховный Совет Крыма и Горсовет Севастополя заявляют о желании Крыма войти в состав России. Референдум по данному вопросу был назначен на 16 марта. На референдуме проголосовало 83% избирателей, из них около 96% проголосовали за присоединение Крыма к России в качестве двух субъектов Федерации. 18 марта состоялось подписание соответствующего договора. Начался переходный период. Итак, местное население не поддержало ярко националистическую ориентацию новой киевской власти. На базе партии и движений русской диаспоры были сформированы отряды самообороны. Они совместно с российскими военными заняли важнейшие здания и пути сообщений в Крыму. Не допустив обострения ситуации и кровопролития, российские войска обеспечили волеизъявление крымского народа. Россия, потеряв Украину, смогла все же сохранить Крым. Присоединение Крыма стало действительно ключевым событием в истории современной России. Произошло настоящее возрождение патриотизма, если не сказать великодержавности. Были спасены от горнил цветной революции почти 2 миллиона человек. Но ключевым это событие стало скорее по негативным последствиям. Ввод войск в Крым без санкций ООН западный мир расценил как агрессию. Референдум ими был объявлен незаконным. Последовали санкции, а уровень отношений упал на самый низкий уровень со времен Холодной войны. В политике России происходит поворот на восток, поиск путей выхода из международной полуизоляции и попытки импортозамещения. Но главным все же видятся не эти трудности. Единство русской культуры, языка, истории, которое было проявлено в 2014 году в Крыму, это то, чего так не хватало России и всему постсоветскому пространству. Специально для проекта «Наша история». Субтитры создавал DimaTorzok